А всем привет с канала Брим Тим! И сейчас уже довольно-таки позднее время, наверное, для съёмки видеоролика, но благо уже лето позволяет нам записывать их в более позднее время. Решил я снять такой маленький видеоролик в плейлист Азбука Рыбной Ловли, так как мы коснулись многих тем, я думаю, за время активности данной тематики на канале. И спомп в фидерной ловле мы затронули, и темы поводков, и всякие разнообразнейшие темы, но мы не касались темы катушек. Между прочим, очень зря, так как катушка это то, что помогает нам выматывать. В удилище это основной, так сказать, наверное, рабочий элемент, потому что палка это всего лишь палка, которой мы закидываем нашу приманку, нашу кормушку, леску, оснастку, а именно при помощи механизма катушки мы её выматываем. По поводу видов и разнообразий, их бывает огромнейшее множество, сейчас там будет звуковая дорожка с музыкой, и вы посмотрите, какие они, в принципе, бывают, инерционные, безинерционные, морские катушки. Вот давайте сейчас она пойдёт. Так, просмотрев огромное многообразие, можно сказать то, что самые популярные, кроме катушек дисковых, на обычную поплавочную удочку, являются всё-таки безинерционные катушки. Они легкие в обращении как на спиннинге, так и на фидере, так и на карповых удилищах. Некоторые даже ставят их на мальчевую ловлю на поплавок, так как закидывать приходится далеко, и, следовательно, выматывать. В этом видеоролике он будет небольшой, я думаю, минут в 7 уложимся, может быть, со вставками, там со всеми выйдет с минут 10. Разберём основное устройство, потому что разнообразность их отличается марками, моделями, диаметрами и производителями. На данный момент большинство рынка – это всё-таки наши юго-восточные братья, это Китай, Тайвань, Малайзия. Дальше идёт, наверное, по качеству – это Корея, потом идёт СМГ, после, наверное, уже на одной линии стоят Англия и Япония и США. Ну, вот, допустим, рассмотрим на примере моей спиннинговой катушки от компании Граускульт, модель Нексейф, двухтысячник. Эта катушка, несмотря на её такой более-менее аккуратный внешний вид, в отличие, допустим, вот таких изживших себя кобра, у которых задний фрикцион, у которых там быстросъёмная шпуля, эта катушка всё-таки выглядит более технологично, более облегчённо и более удобно. Начнём рассматривать катушку. В катушке есть корпус, это сама рукоять и корпус механизма. Механизма мы не касаемся, потому что сам я не особо люблю лазить в механизм, ещё шестерни встают ни на свои места и не заходят в пазы. Механизмами занимаются только профессионалы. Отдавая свои качественные дорогие катушки, выбирайте мастера, который их обслужит с умом. Механизм там есть. Далее у нас идёт дуга, которая как раз-таки состоит из рабочей группы самой скобы и вращающейся такой юбки. Скоба у нас имеет на себе ролик лесоукладывателя. Это то, через что проходит у нас леска в кольца и тем самым сматывается. Важный момент, чтобы в ролике лесоукладывателя стоял подшипник. Иначе леска, которая служит вам не один сезон, она будет грубеть от воды, она будет жёсткой, и она просто его пропилит, сделает там острые края. И при силовом забросе можно дорогую приманку, либо кормушку отстрелить вперёд и подарить русалкам. Далее у нас идёт барабан, который, если у нас переднефрикционная катушка, фиксируется спереди винтом фрикциона, который мы откручиваем. Вот он. И далее у нас идёт сама шпуля. Шпуля – это барабан, на который как раз-таки у нас становится леска. Устройство шпули на безнерционной катушке таково, что это сам барабан, выполненный из графита, из металла, из пластика, имеющий пружинную скобу и скобу для как раз-таки инерции фрикциона, для стравливания. И также имеет клипсу, за которую мы фиксируем леску. Далее в механизме у нас основной вал, то есть именно рабочая группа, когда мы крутим рукоять, эта группа ходит вперёд и назад. Фиксируется это единственной гайкой, и здесь мы имеем шестерёнку фрикциона и прокладку для более, так сказать, регулируемой намотки. Многие начинающие рыболовы даже не пользуются фрикционом, они думают, что эта гайка регулирует, как сильно у нас затянут вот этот барабан. На самом деле фрикцион нужен именно для того, чтобы показать и сделать стравливание лески. Вот сейчас я её пропустил через ролик лесоукладывателя и начинаю тянуть. При затянутом фрикционе усилие должно быть более-менее такое хорошее, чтобы катушка стала стравливать. Это чтобы, да, покрёвки большой рыбы, она во мне отстрелила сразу леску, и либо это если у вас станочное удилище, и оно стоит, типа фидера и спиннинга, чтобы бигфиш у вас его не утащил. Далее, как только мы ослабеваем фрикцион ещё больше, у нас леска сматывается ещё быстрее. И если мы ослабеваем совсем, то мы можем прямо стравливать её очень быстро. Так, сейчас я немножко уберу вот эту леску, которую я намотал, и продолжу. Итак, значит, всё, я уже обратно это всё сделал. И также мы крутим в одну сторону, в заднюю у нас уже рукоять не идёт. Для этого у нас имеется флажок поворота, повернув который мы можем крутить и в переднюю, и в обратную сторону. И последнее, что осталось, это рукоять, которая состоит из лапки и из кнопа, то есть самой ручки. На данной катушке она вспененная, удобно держаться здесь, выполнена из металла, и фиксируется при помощи прижимной гайки. Самое главное, допустим, отличие кобры от вот такой, это можно увидеть сразу. Фрикцион у кобры находится сзади. То есть такие катушки мы попозже тоже рассмотрим. В принципе абсолютно тот же, только эта кобра вообще она убита, я её использую для перемотки лески. И флажок у нас находится вот здесь, а фрикцион находится вот тут сзади. То есть... Вот сейчас покажу. Вот. То есть так он немного затянут. Совсем ослабеваем, и мы можем спокойно крутить барабан. Самое главное, что хочется сказать новичкам, которые купили катушку себе, допустим, захотели вырабачить на спиннинг, и потратились не на пластиковую какую-нибудь хрень за 200 рублей, а более-менее нормальную катушку, которая вам тем более нравится. Вот допустим, у этой катушки мне нравится, что это бюджетный сегмент, но намотка лески просто шикарна. Пронамотку в следующем видеоролике. Не прямо в следующем по номеру, но в послеследующем, так скажем. Не разбирайте катушку. Максимум, что вы можете сделать, это при транспортировке удилища ослабить гайку рукояти, чтобы сложить катушку, так сказать, в походное положение. И это бы все, что я вам рекомендовал делать. Играться с фрикционом можно, пожалуйста, но все-таки, если вы хотите, чтобы катушка вам послужила до тех пор, пока вы станете более-менее любителем, профессионалом, не раскручивайте гайки корпуса. Вы увидите там всего лишь навсего шестеренки, вот сейчас я вставлю сюда фотографию механизма катушки. И, раскрутив, если у вас что-то случайно выпадет, там это все в смазке, может быть, вам не удастся поставить это как следует, и вы убьете свою катушку тем, что потом встанете сразу, крутите в надежде, что оно как-то само встанет на свои места, и в катушке просто-напросто перебьются зубья. Считаю, максимально подробно объясню, что такое инерционная катушка и ее внешний вид, для чего что-то создано. Я считаю, больше новичкам просто не нужно забивать себе голову. Я когда только начинал активно рыбачить, вот тут у меня есть такое узилище короткое. Вот, это первая безинерционная катушка, которую я купил. Она пластиковая, но она до сих пор жива. То есть, пожалуйста, также передний фрекцион, рукоять, никаких отличий в ней нет. Но, кстати, над этой катушкой я издевался пару раз, потому что на рыбалке попал песок. Я не придумал ничего лучше, как еще больше открыть корпус и загнал туда еще больше песка. Но потом как-то ВД-шкой смазал, еще что-то сделал, но жива, работает, на закидушку, на поплавок в самый раз. Но, купив катушку, которая вам нравится, не раскручивайте ее, пока вы не стали именно разбираться в тонкостях механизма. Это самое главное, что я хотел донести для начинающих рыболовов. Считаю, видео получилось максимально информативным и коротким. Благодарю за то, что вы его посмотрели. Оставляйте комментарии, любую обратную связь. На все вопросы мы отвечаем. Встретимся в следующих видеороликах. Пока!